Друзья, всем привет! Мы все-таки добрались до Кургана. Несмотря на то, что Курганская область закрыта из-за пандемии коронавируса, но мы все-таки сюда приехали. На выезде из Челябинской области в Курганскую нас остановил на посту полицейский. Сказал, куда едете? Я говорю, ну, едем транзитом, типа в Тюмень. Он говорит, окей, но только ни в коем случае в Курган не заезжайте, Курган закрыт. Я говорю, ладно, договорились. Ну и сами, конечно, мы сюда свернули, потому что у меня жена из Кургана, здесь у нее куча родственников. Вот Дениска, это родной брат моей жены. И, в общем, мне кажется, что все вообще сюда едут, потому что так по дороге посмотришь, здесь вообще сборная солянка, здесь и Омск, и Челябинск, и Тюмень, и московских номеров очень много, так что все нормально. Не знаю, это они, видимо, перестраховываются просто. Ну, поговаривают, что больниц не хватает, там, если будет какая-то резкая вспышка заболеваемости. Ну, как-то так. И вот сегодня мы с Дениской тогда сделаем небольшой ролик про Курган, покажем, наверное, какие-то основные достопримечательности. Ну, как говорится, по верхушкам пройдемся, так поездим, немножко расскажем про город. Потому что город симпатичный весьма, мне очень нравится. В общем, друзья, начнем мы нашу импровизированную экскурсию с царевого городища. Царевого городища. Именно здесь была построена первая изба. Какой-то крестьянин приехал, увидел неплохая речка, неплохие тут, говорит, курганы, все красиво. И взял и построил здесь свою избу. И вот отсюда начался город Курган. Когда-то это был центр Царевого городища. Здесь был какой-то самый большой курган, типа там какие-то захоронения древних там царей. Ну, потом, конечно, все это дело немножко переехало, центр Кургана сместился. А здесь вот остался вот такой вот какой-то деревянный терем, деревянный сруб. Сказали нам организаторы, что сегодня первый день, как только открыли после пандемии. И вот нас заставили надеть маски. Заставили надеть маски. Ну, сейчас вот немножко погуляем, посмотрим, что здесь есть. Дениска, а что ты здесь? Здесь оставил свою одежду, повесил. Забыл, что ли? Я не погладил, но сейчас как раз этим займусь. Давай погладь, да надевай. Нас настойчиво зовут играть в городки, потому что сейчас какой-то праздник Троицы, что ли, начинается. Или что-то в этом духе. Но времени нет. Да и, честно говоря, в городки мы не очень хорошо играем. Не хочется опозориться. Сейчас там нас какие-нибудь школьницы обставят. В следующий раз. Конечно же, мы не могли не заехать на Курганский пивной завод. Пиво здесь варят вообще просто обалденное. Тут же рыбка продается. Вот небольшой магазин, он при заводе. Там можно рыбку купить, тоже курганскую. Там и тарань, и карась. В общем, все что угодно. И цены такие довольно демократичные. Вот мы сейчас взяли литр Орловского рысака. Дениска говорит, вкусное пиво. Сейчас попробуем. Получается литр 80 с чем-то рублей. И тут же рядышком находится река Табол. Можно взять пивка. И здесь есть набережка. Вот, кстати, новая набережная. Недавно построенная, насколько я понимаю. Ну, реконструкция была, как бы обновили. Вот интересная штука. Табол, река, не судоходная. И даже не знаю, была ли она когда-либо судоходная. В общем, тут только можно встретить рыбаков на своих лодках. И периодически, ну, каждый год, наверное, вот по весне, Табол разливается. И вот скрывает вот эти плиты целиком. И, соответственно, на том берегу топят все дачи. Все сады. В общем, бедствие. Каждый год практически вот такое происходит. То есть воды полно, но никаких более-менее больших катеров здесь не ходит. Так, ну и что насчет пляжей. Вот здесь, недалеко, я не знаю, сколько километров, наверное, отсюда будет видно. Вот там находится, пожалуй, единственный городской пляж. Называется Бабьи Пески. Но это не значит, что мужиков туда не пускают. Нет, все купаются. Не знаю, сейчас, наверное, прохладная еще вода. А так летом там некуда ступить. Все в телах отдыхающих. Ну, вот сейчас едем по одной из центральных улиц города. И здесь, наконец-то, положили асфальт. Ну, вот местные говорят, что это произошло с приходом нового губернатора Шумков, по-моему, фамилия у него. Вот раньше тут все было разбито, многие годы всем было вообще наплевать. Сейчас вон сделали дорогу, магистраль. Все просто едут, не могут нарадоваться. Вот сейчас мы проезжаем желтое здание с красной крышей. В простонародье его называют Гитлер, потому что, если смотреть сверху, оно напоминает нацистскую свастику. Ну, вот сейчас мы с Денисом подъехали к урганскому машиностроительному заводу. Здесь производят разные блотоходы, какие-то гражданские погрузчики. Но вот если посмотреть на постамент у центральной проходной, становится ясно, какая техника, какая продукция здесь самая важная, самая главная. Это боевые машины пехоты, БМП. Их делают именно здесь, в Кургане. Сейчас мы уже отъехали от курганского машиностроительного завода. Вот приехали к магазину «Звездный». И здесь стоят тоже вот БМП и БТР. БТР, кстати, тоже производились здесь, в Кургане. Но сейчас это производство уже загнулось. А вот БМП... Я, конечно, честно говоря, не претендую на звание какого-то знатока военной истории, там что-то военной техники. Но просто читал. По-моему, производство БМП в Кургане спасли в свое время саудиты. Саудовская Аравия закупила какую-то большую партию. И специально для них даже вот в технику подобную установили кондиционеры, потому что у них там жарко. И вот это получились БМП-3. И сейчас их вот до сих пор производят тоже в Кургане с кондиционерами. БМП-3. В Кургане сегодня вообще жарище. Я не знаю, градусов 30, наверное. Очень солнечно. На небе ни одного облачка нет. Вот мы сейчас с Денисом приехали в одно из самых любимых мест этого города. Это площадь перед филармонией. Связаны у меня с этим местом такие приятные воспоминания. Я в свое время играл в КВН. И вот мы сюда приезжали один раз и давали прямо сольный концерт. Я вот сейчас не вспомню, по-моему, тогда наша команда называлась «Поколение Че» или уже «Луна». Я вот не помню. По-моему, «Поколение Че». И вот мы приезжали и давали здесь полноценное выступление часа на полтора. Нас поддержали наши друзья. Сборная Кургана. Еще, по-моему, «Шадринская моль» была. Но что-то наши друзья тоже были здесь. Билеты мы все не распродали. И комитет местный по делам молодежи пригнал сюда студентов, каких-то школьников. Заплатили нам, по-моему, тысяч 20. И мы купили на этот гонорар мини-диск-проигрыватель. Потому что без него не могла обойтись ни одна команда КВН. Потому что там вся эта подзвучка шла через него. А у нас не было. У нас украли. И вот мы здесь отработали концерт и купили мини-диск-проигрыватель. Вот такие воспоминания. Так, а здесь у нас еще одна достопримечательность Кургана. Дом декабристов. Сюда в ссылку отправили Нарышкина. Михаила Михайловича. В общем, я скажу вам, неплохо жил, да? В ссылочке человек. Еще повезло. Например, Меншикова отправили вообще в Тобольск. Туда на север. А тут, мне кажется, очень даже погодные условия позволяли жить неплохо. Вот написана табличка. Михаил Михайлович Нарышкин. Сильный декабрист. Вот, ребят, смотрите. Церквей в Кургане достаточно, их хватает. А как я уже говорил, больниц, поликлиник, метаборудование, вот этого нифига нет. И все равно тратятся деньги на строительство храма из красного кирпича. Не знаю, вот это вот мое мнение, конечно, я выскажу. Но не только мое. Многие так думают. Лучше бы эти деньги потратили на медицину, правда. Не знаю. Нет, видите, возвели вот такой вот очередной храм в Кургане. Как будто не на что больше потратить деньги. Вообще, конечно, очень бросается в глаза, что в Кургане, во всяком случае, в центральных районах, очень мало такой современной застройки высотных зданий. В основном такие есть какие-то купеческие дореволюционные дома. Есть какие-то советские старенькие панельки. Но вот это место, где мы сейчас находимся, тут вообще вот три эпохи сошлись. То есть три здания стоят из разных эпох. Одно какое-то типа еще, наверное, при царе построенное, другое именно хрущевка. И дальше идет какое-то современное, такое полукруглое здание непонятное. Сейчас решили немножко пешком прогуляться. Здесь вот торговые ряды. Ну, сейчас уже все сворачиваются. Тут вот рассаду продают, какие-то цветы. Здесь соленья. А не подскажете, вот грузди почем баночка? Такая полторы. Три литра полторы, да? Да, есть литровая и полулитровая. Эти вот по 600 идут. Там еще больший сорт есть. Вот это вот все такие. И хорошо берут? Потихонечку. А это вы сами делаете, да? Да. Я визиточку покупаю. Давайте. Работаем в двух годах. И сами собираете? Ясно, спасибо. На углу Куйбышева и Пролетарской вот такое граффити есть. Макс Фадеев. Известный музыкальный продюсер. Он родился в Кургане. Вообще в Кургане много, да? Родилось известных людей. Например, Юлия Савичева, певица. Кто еще? Ну вот Макс Фадеев, пожалуй, самый известный. И Елена Темникова. Темникова из Серебра. Потом Гальцев. Но Гальцев, он родился не здесь. Он родился в деревне Ключики. Кстати, когда мы ездим к бабушке с дедушкой Светой, моей жены, мы проезжаем мимо этой деревни Ключики, все время вспоминаем Гальцева. Ну так-то смешной чувак. Мы сейчас находимся в садовом товариществе Болдино. Это буквально в нескольких километрах от Кургана. И многие горожане здесь живут вообще круглогодично. Даже скотину разводят. Ну а кто-то приезжает сюда просто на лето. Вот у меня, например, здесь теща. Вот они заехали весной. И сейчас все лето будут здесь находиться. Тут просто не природа, а просто какая-то сказка. Даже озеро есть, то есть в жаркую погоду можно пойти и искупнуться. Стоят здесь участки. Если пустой участок, то соток за 10, наверное, попросят 100 тысяч рублей. Ну и дальше уже по возрастающей, конечно. Если дом какой-нибудь приличный, то можно прям, я не знаю, миллионов за пять себе такой прям замок здесь приобрести. Субтитры создавал DimaTorzok Моё главное развлечение в детстве. Вот так берете палочку потоньше, облизываете. Подходите к ближайшему муравейнику, опускаете палочку к мурашам. Вот они ее так облепляют. Потом надо их вкрикнуть. И попробуем на вкус. Ммм, кисленько. Здесь, в этих дачах, есть магазин с таким безгранично-пессимистичным названием. Сейчас покажу. Вот. Магазин Итог называется. Магазин Итог. Так можно было бы назвать, наверное, ритуальное агентство. Но нет, это продуктовый магазин. Круглосуточный. Вот смотрите, друзья, если я не ошибаюсь, то вот этот вот домик продается за 5,5 миллионов рублей. Не знаю, там сколько квадратов. Вон там еще какая-то пристройка идет. Еще гостевой, наверное, дом. Здесь вот помещение для охраны. Там забор въезд. В общем, он такой вот симпатичного вида домик. Пожалуйста, если кому-то хочется приобрести, можно смело найти объявление. Буквально 10 минут, и вот мы дошли до озера. Болдинцево называется. Но оно такое. Не очень большое. Мне кажется, с каждым годом все меньше и меньше становится. Оно стало меньше. Оно было огромное. Вот прям берега были. Прям почти до самого леса. Здесь приезжало много машин. Летом здесь отдыхали, купались. Вот оно высохло. А вот там видно отсюда белое такое, серое здание. Там типа то ли базы отдыха, то ли что. Но там торжества проводят. Вот, например, Светин брат родной Дениска. Там они свадьбу справляли. В общем, гуляли мы в тех краях. Да, летом здесь люди сюда приходят купаться. Как-то надо спасаться от жары. Жара в Кургане страшная стоит в последние годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, друзья, финальный аккорд. Живут в Кургане 300 тысяч человек. И, к сожалению, вот такая тенденция намечается, что люди из города уезжают. Уезжают в основном в Челябинск, Екатеринбург, в Тюмень. В Тюмень в основном. Также в Омске, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю. В поисках лучшей жизни, наверное. А мне Курган нравится. Я не знаю, смог бы я тут жить. Но приезжаю всегда сюда с удовольствием. Потому что люди здесь замечательные. Здесь замечательные продукты питания. Квас. Там, я не знаю, все, что приходит первое в голову. Квас тут очень вкусный. Потом пирожные заварные вкусные. Ну и, конечно, всегда здесь светлое небо. Зимой, летом здесь солнышко светит. Не то, что вот эта шляпа в московском регионе. Поэтому я всегда приезжаю сюда с удовольствием. И вот такая получилась зарисовочка про Курган. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok